Мне кажется, постановки нельзя табуировать, потому что, ну, цензурное искусство вообще недопустимо. Ну ладно, цензура недопустима. Действительно, не очень понятно, что делать с цензурой. Русь, чего ты хочешь от меня? Вроде бы очевидно, что цензура это дурно, но при этом не очень понятно, как скоро мы найдем на лестнице какого-нибудь театра отрубленную свиную голову и какой спектакль снимут по неопределенным причинам. Активисты бунтуют, чувства оскорбляются, а в Гоголь-центре тем временем заканчивается спектакль «Машина Мюллер». Зачем это все происходит? Зачем раздевать 20 человек? Переодевать мужчин и женщин, поливать на них вино и йогурты, господи! На мой взгляд, это великолепно. Очень сложный и противоречивый спектакль. Мне безумно понравилось. Сложно. Сложно. Мне понравилось. Ну, мне было просто тяжело. Такое сочетание иронии, и жести, и при этом так тонко все сделано, что просто очень приятно. Очень сложное впечатление. Я не могу сказать однозначно. Люди старшего поколения говорили «все, я ухожу». И не уходили при этом. Да, и при этом оставались. Я думаю, что это очень смелый шаг. Это просто надо видеть и пережиться. Не дав зрителям опомниться после просмотра нового спектакля, мы решили спросить у них, что же они думают о цензуре, свободе слова и какие темы для них кажутся неприемлемыми в искусстве. Искусство создано для того, чтобы как раз табуированные темы раскрывать. Потому что общество не всегда способно говорить, а искусство может говорить, потому что у него свой язык. В любом обществе есть какие-то такие нормы, которые попадают под действие Уголовного кодекса от каких-то норм. Искусство само определяет, что является его предметом в данной моменте. Просто то, что даже табуировано, оно на самом деле вызывает интерес очень глубокий. И ты там смотришь, и даже, может быть, тебе как-то от этого неловко, но на самом деле тебе очень интересно. А то, что мы себе запрещаем сейчас, через 5-10 лет, ты думаешь, ну, что я себе запрещал, да такое вытворяет, что извини меня. Сюда что смотреть, где угодно, лучше на меня вышли. Объективности ради мы решили отправиться в народ и пошли на Курский вокзал. Там театра, вы все, 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 все. 17. Не, не интересно. 2, 2. Удивительно, но народ на платформе не очень хочет говорить про искусство. Какие же темы хочет запретить отечественный пассажир и чего он не хочет видеть на сцене? Ну, так сложно ответить на это. Искусство многогранно. Искусство, чтобы порнографии не было и насилие. Что-то связано с ротикой, наверное, обнаженное. Секс. Где секс, там до прибытия. Может быть, откровенная порнография, если бывают какие-то такие откровенные сцены, может быть, вот такое. Все-таки должны быть какие-то рамки приличия. В театре? Я даже не знаю. Которые насилие, например. Что-то плохое для меня в рамках, я не знаю, педофилии и такое. Думаю, что да. Думаю, что дети, насилие, связанное с детьми. И там, да, вот как бы смерть. Ну, как бы, вот что-то это. Нет такого прям, не знаю, голубь детей или что-нибудь такое. Просто это можно принимать, это можно не принимать. Соответственно, если тема для какого-то человека тублирована, то он ее не принимает. Когда мы ничего не можем воспринимать, то что нас может поменять? Педофилия, насилие, порнография, секс. Вот что не хочет воспринимать наш народ в искусстве. И это, наверное, к лучшему. Из этого можно сделать вывод, что обнаженное тело на сцене или на экране должно повергать обычного зрителя в шок или хотя бы в смущение. Ну, дома мы голые ходим обычно, поэтому нас это не смущает. Но нет. Что в театре, что на вокзале, все готовы спокойно смотреть на обнаженные тела где угодно. Нормально. Нет, это меня не смутило. Ну, это на любителя. Для меня это ничего страшного. Если это искусство и людям нравится, пусть смотрят. Да, это нормально. Все мы люди. Меня это не смущает, наверное, цензура ставится. Все было очень красиво, очень лаконично. Полностью культура тела была показана в собственном, ну, ее красе. Ну, смотря, как оно будет, когда написано, и что там она будет делать за это дело. А так то тело красивее? Ну, не знаю. Для меня это как-то слишком. Ну, если это по фильму, по сюжету, то нет. Если на сцене, я не знаю, на сцене, наверное, такого не будет. Да ладно. Да мне так кажется. В общем, я не знаю, куда на время съемок делись все любители пышных костюмов, поборники морали, хранители духовных скреп. А таких людей очень много. Не знаю, как вас, но меня лично сильно удивило мнение народа, как на вокзале, так и в театре, по поводу того, что дозволено в искусстве. Я ждал чего-то более категоричного. Но, тем не менее, дела обстоят так. Ну, вот так вот. Думаю, что да. Подписывайтесь на канал Гоголь Центра и следите за спектаклями, актерами, мнениями и всем, что касается не только театра, но и мира вокруг. До свидания. Русь, чего ты хочешь от меня?